Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня с вами студия кабельного телеканала Квант и я, Валерия Маркович. Сегодня у нас в гостях главный врач Центральной районной больницы Николай Макаров. Здравствуйте, Николай Владимирович. Здравствуйте, Валерия. Здравствуйте, уважаемые жители городского округа Зарайска. Ну что ж, поговорим о здоровье, составной части которого является огромное количество направлений. И самое главное – это кадры, оборудование, инновации, ремонты, ну и много-много что еще. Начнем с кадров. Наверное, это основное, потому что каждый из нас, приходя в больницу, конечно, в первую очередь желает увидеть добрые глаза и надеяться на помощь, какой бы она ни была. И самое главное, чтобы вот тот, кто встретил больницы, эту помощь постарался оказать любыми возможными способами. Так мы думаем, как обыватель, как жители, а как думаете вы, как главный врач, что для вас кадры, где вы их находите, насколько сегодня удается привлекать кадры в Зарайск, потому что все-таки нас ранее считали удаленным провинциальным городом. Сегодня о Зарайске говорят много и говорят много хорошего, поэтому наверняка появляется и желающие сюда приехать. Ну и в любом случае, какая-то смена сегодня происходит. Какие слова подбираете для того, чтобы привлечь кадры в нашу больницу? Да, Валерий, абсолютно с вами согласен. От кадров многое зависит в любой работе, в любой структуре, в любой организации, не говоря уже о учреждении здравоохранения. Мы совместно со всеми своими замами, с начальником кадров проводим на самом деле большую работу. Кроме того, что размещаем вакансии наше лечебное учреждение, необходимых нам специалистов, это на нашем сайте, сайте администрации, во всех сайтах Работа.ру, Хатхандер, Супер.жоп, Работа.россии и в других сайтах, где возможно разместить вакансии. Подбираем резюме, при подходящих резюме, которые нужны врачи-терапевты, педиатры, узкие специалисты. Сначала проводим собеседование по телефону, потом приглашаем врачей, проводим общное собеседование. Показываем наше лечебное учреждение, рассказываем про наше лечебное учреждение, говорим, какие у нас привилегии. Но привилегий, вы сами знаете, на сегодня у нас достаточно много. Это начиная от компенсации аренды жилья, программа «Земский доктор», программа «Семля врачам», программа «Приведи друга». И то, что важно на сегодняшний день, глава администрации на руководстве округа, Гитара Анатольевича Петровиченко выделяет медикам служебное жилье. Это важно для привлечения врачей. На сегодняшний день, наверное, один из самых важных факторов. Ну и, конечно, материальное состояние, состояние денежного удовольствия тоже играет решающую роль в важном привлечении врачебного персонала. Мы прислушаемся к нашим населениям, потому что при положительном собеседовании врач у нас устраивается на работу, конечно же, с испытательным сроком. Конечно, при собеседовании со всеми замами врач приступает к работе, мы смотрим, как дальше врач работает. Бывают ситуации разные. Собеседование проводим удачно, приступаем к работе, но бывает такое, что процентов 80 они у нас остаются. А то, что бывает, приходит население, и какой-то не то, что негатив, или какие-то вопросы у нас встают. Вопросы встают и у нас персоналы, и заместители, и других специалистов. Что-то у нас бывает, врачи у нас не приживают и в коллективе, и у населения. Поэтому решаются вопросы индивидуально. А что больше все-таки перевешивает? Возраст, опыт работы в каком-то учреждении? Ну или какая-то личная интуиция, которая говорит, да, сможет работать, будет работать. То есть что перевешивает? Вы говорите, что 80% все-таки остается. Здесь, на самом деле, желание работать, квалификация, ну, наверное, и то воспитание, та база, та целеустремленность врачей, которые приходят работать уже в наше лечебное учреждение. Большое количество специалистов пришло в больницу за последнее время, ну, год-два, то есть что помните? Блин, знаете, если даже взять этот год, да, за этот год мы привлекли уже 10-12 врачей. У нас врачей получаются, это участковый терапевт, участковый педиатр, врач общей практики, два врача-хирурга, анестезиолог, рематолог, врач ультразоковой диагностики, ну и другие специалисты. Поэтому, учитывая, что мы один из самых далеких округов, в том числе лечебное учреждение нашей Зарайской больницы, мы укомплектованном, на примере детской поликлиники, у нас укомплектованность педиатрами 100%. Это здесь не в каждом крупном округе и, как называемый, примканышек, да, не могут похвастаться с такими укомплектованностью по педиатрам. Да, у нас в этом году врач-педиатр уволилась по семейным обстоятельствам, но мы ведем уже переговоры с другим педиатром, и в сентябре у нас приезжает еще один педиатр. То есть такая постоянная работа. Да, постоянная работа. Здесь получается не то, что мы пригласили специалистов, и все на этом нет. Здесь приезжают и молодые специалисты. У нас очень хорошо работает программа наставничества. Если нам приходит молодой специалист, мы прикрепляем его за профильным замом. Или это будут педиатры за заведующим детской поликлиникой. Если это терапевт участковый, прикрепляемый за заведующим терапическим отделением, Ирина Анатольевна Вчаренко, если в стационаре курируют начмед, например, хирург, конечно, курируют в заведующих хирургическом отделении. Врачи это устраивают, потому что, находясь два лечебных учреждения рядом, и то работа выстроена по-разному. Не говоря уже, специалисты приглашаются с другого региона. Там была бы это Пензенская область, Самара, Воронежская область. Поэтому специалистов молодых мы привлекаем, но и обращаем на них особое внимание и помогаем влиться в наш коллектив, в наше учреждение. Нам, жителям, как дилетантам, всегда кажется, что чужие лучше профессионалы. Есть кто-то из зарайцев, которые, отучившись, вернулись сюда для работы больницы? Я даже не ожидал, чтобы заедет вопрос. Если бы мы данную тему затронули 4-5 лет назад, то мне было очень обидно, что сколько мы пишем целевых направлений, сколько направляем, уже сейчас говорю, наших врачей, наших жителей, наших ребят, наших школьников, которые оканчивают лицеи и гимназии, поступают по целевому направлению мединститута, возвращались к нам минимум, минимальный процент, а то и вовсе нет. Возвращались только средний персонал, и то не все. Я на сегодняшний день могу с уверенностью сказать, надеюсь, как приятно, когда приходят после окончания университета, после интернатуры, ординатуру, Николай Владимирович закончил ординатуру, или интернатуру, или просто педиатром после окончания института, или врачом-терапевтом, я хочу работать в Зарайске, в таком-надельном, в таком, слушайте, это же бывает, сначала удивлялся, не может быть. Поэтому возьмем у нашего терапевта, в терапии у нас работает доктор Ермилов, там и врачи других специальностей, или хирурги, и терапевты, которые возвращаются в свой родной город, это очень приятно. И то, что удивляет, не то, что плохие специалисты, или нормальные средние знания и квалификации, то, что радуют достаточно опытные специалисты, это вдвойне приятно. То, что я вам скажу, и по среднему персоналу. Мы отправляем по целевому направлению обучаться в колледж, в Коломна, в Раменское, Ступино. То, что наши девочки приходят и устраиваются в детскую поликлинику, взрослую, и особенно в стационар. Это вдвойне приятно, что наши жители возвращаются в свой родной город. Поэтому мы заинтересованы, и больше азарта, и больше желания им помогать. Значит, поверили вам, поверили в город. Тай бог. Ну, конечно, мы тоже надеемся, что таких будет специалистов возвращаться как можно больше, потому что, конечно, нам нужно, чтобы молодежь здесь оставалась и здесь работала. Поэтому поговорим о второй составляющей нашего здоровья и вашей работы непосредственно – оборудовании. За последнее время огромное количество оборудования. Мы видим, как вы показываетесь, показываете, отчитываетесь. Поступило к нам в Зарайскую центральную районную больницу, в ФАПы непосредственно. Как удается это оборудование отбывать? Ведь это огромные средства, Николай Владимирович. То есть кого убеждаете? Как вступаете в программы? То есть что все-таки делать приходится вам, непосредственно вашему коллективу, для того, чтобы вас услышали, что это оборудование нужно нам здесь? Здесь, я с вами согласен, это важная составляющая. Специалист приезжает к нам на работу устраиваться, но должно быть чем и работать. Кроме хорошей базы за плечами, золотых рук, но должно быть соответственно современное оборудование. Конечно, мы видим с вами за последние несколько лет, то, что мы в предыдущих интервью говорили, что пишем в соцсетях, как у нас оборудование поступает. Здесь, конечно, я скажу, наше лечебное учреждение, не то, что обделено, учитывая оно на отдаленной территории, но даже мы, наверное, превосходим некоторые другие учреждения, не говорю, что соседние, даже от соседних регионов. Поэтому, учитывая, что оно новое, у нас и современное, не говоря, что, конечно, знаем, что у нас современный аппарат МРТ, а современный аппарат компьютерной томографии. Кроме этого, у нас за последние несколько лет, можем сказать, оборудование лабораторной диагностики у нас обновлено 95%. Здесь мы обновили полностью оборудование, все анализаторы, практически все анализаторы, они у нас обновлены, потому что необходимость в качественной показателе анализов, всех видов анализов, это важно. Это важно, в первую очередь, конечно, для пациентов, чтобы врачи ставили правильный диагноз, ориентировавшись на именно основные показатели, то, что необходимо для постановки правильного диагноза. Что касается функциональной диагностики, мы страдали низким качеством и, наверное, стопроцентным износом аппарата ультразвуковой диагностики. Теперь они у нас все аппараты, практически все экспертного класса. У нас есть портативный аппарат ультразвуковой диагностики в детской поликлинике, и сейчас в этом году поступает еще один аппарат портативной ультразвуковой диагностики, мы его будем использовать для выездной службы, потому что есть у нас маломобильные пациенты, это и в городе, и особенно среди сельского населения будем выезжать не только передвижной флюорограф, и выезд узких специалистов с лабораторной службы, но и с выездным, с портативным аппаратом УЗИ, поэтому это, я считаю, тоже важно. Вся остальная функциональная диагностика у нас тоже обновлены, и холтеры, и сматок у нас были изношены на 100%, теперь можем сказать, раньше у нас оборудования не хватало, а теперь можем сказать, надо побольше специалистов набирать, именно по функциональной диагностике. Мы испытывали даже, я вам скажу, трудности с электрокардиограммой, не говоря уже не то, что с 12-канальными, даже с 6-канальными, а сейчас с 12-канальными у нас практически в каждом амбулатории. Что касается эндоскопического оборудования, гастроскопию всем известно, то есть просто народные там пошли исследования, что я исследовал, да не забыл, наверное, но шланг, говорит, глотал, да, поэтому гастроскопию. Раньше мы проводили обычную гастроскопию, врач смотрит стандартным методом исследования, а теперь у нас есть видеогастроскопия. Видеогастроскопия, то же самое врачу удобно смотреть, смотреть в большой монитор, смотреть всю слизистую оболочки желудка, девяностоперстной кишки и правильно ставить диагноз. Необходимость взять цитологию или гистологию с определенного участка желудка или слизистой оболочки, девяностоперстной кишки. Это очень удобно и очень важно, как для пациента, так и врача. Мы можем записать видеозапись, передать на информационный носитель, пациент едет к узкому специалистам, или гастронтологу, или другим специалистам, доктор видит все исследование и даже направляет на центр второго мнения. Это очень важно. Трудности были с колоноскопией, у нас не было видеоколоноскопии, но на этот год, в октябре, мы получаем тоже видеоколоноскопию. То же самое, как видеогастроскопию. То есть именно мы данный вид исследования полностью обновили, не говоря уже о бронхоскопии. У нас был старый бронхоскоп, он был до потопа, можно сказать, 90-х годов, а теперь у нас новый современный видеобронхоскоп. Врач, который проводит исследования, Александр Сергеевич Куликов, доволен даже нашим аппаратом, пациентов никуда не надо направлять. Очень нужен аппарат, и как для пациентов с хронической обструктивной болезнью, и ранней диагностики, онкологического процесса, но для реанимационного отделения данный аппарат оборудования строго необходим. Что касается стоматологии, мы обновляем оборудование стоматологического профиля. Здесь, получается, конечно, для врачей, которых мы приглашаем, стоматологов. За последнее время у нас много приезжает стоматологов из соседнего региона Рязани, Рязанской области. Для хирурга мы закупили новое оборудование, в том числе и новую стоматоустановку. Доктор доволен, это же приятно работать, у меня, говорит, такого не было. Поэтому мне два неприятного, когда доктор доволен, приходит пациент, и он говорит, что у нас современное оборудование, даже приятно работать, и не говоря уже, тот пломбировочный материал стоматологического отделения, который мы используем, так, чтобы понятно было, в простонародье световые пломбы, у нас очень хорошего качества. Даже могут завидовать даже коммерческие клиники. На этом мы не экономим. Если говорить дополнительно про стационар, мы на 100% обновили за последние несколько лет оборудование в отделении реанимации. Аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательная аппаратура, она у нас вся новая, и заведующий отделением, Дарут Александрович Коротков, тоже всегда говорит слова благодарности за то, что у нас на сегодняшний такого оборудования. Здесь, конечно, хочется сказать огромное спасибо Андрею Ильичу Воробьеву, нашему губернатору, и министру здравоохранения, Алексею Ивановичу Сапаневу, такое, что обращают внимание на отдалённые территории. Здесь важно, чтобы не было уходящего потока, и в соседний регион у нас здесь много пациентов у нас уезжали в Рязань за слабое оборудование, нехватки кадров, теперь мы можем похвалиться, что у нас новое оборудование, у нас приезжают врачи, мы их удерживаем, врачей, это тоже немаловажно, чтобы создать нормальное современное условие, чтобы врача удержать. У тебя как раз хотел спросить, кому говорить спасибо. То есть, это программы областные, которые дают возможность... Да, областные программы, мы делаем заявки по программе развития здравоохранения под Москвой, нам утверждают, подтверждают, а если что-то, много что не получается, надо ехать ногами. Кроме того, что написать, и думаете, нам поставили много таких, много таких учреждений, много вытеков, которые просят, что-то получается, что-то нет, и нужно ещё обосновать, что именно нужно нам, на какое количество населения. Не просто захотел, да? Да, какая заболеваемость, какое население, есть ли врачи, которые будут данным оборудованием работать. Ну, не всегда это получается в одному. Конечно, не то, что приходится часто обращать Эктор Анатольевич Петрович, главе нашего городского округа. Эктор Анатольевич, поехали вместе, потому что не то, что мне нужно это всего городского округа, Эктор Анатольевич всегда поддерживает, всегда идёт, и со мной обосновывает, почему это нужно именно для нашего городского округа, для нашего населения. Вот вы сказали, что доктор доволен, приятно звучит. Конечно, приятно, когда в условиях хороших работаешь. А пациент доволен? Да, здесь получается не только пациент, когда приходит к нам светлый коридор, уютный кабинет, красивое кресло, удобное, но и современное оборудование. Конечно же, и я врачам тоже говорю, что, ребят, не стесняйтесь, говорите, что у нас было то, сейчас стало современное оборудование, удобно работать и комфортно и пациентам, не только врачам. Конечно, это обязательно, потому что откуда еще жители узнают? Конечно, возьмут и поедут в какой-нибудь другой район, вместо того, чтобы прийти в хорошие качественные условия, о которых тоже хотелось бы поговорить, потому что те ремонты, которые вы делаете за последнее время, и мы видим, визуально видим, что отремонтированы практически все корпуса, вот большое количество средств тоже мы увидели в Зарайске, поступило сюда, они реализованы, мы реализованы в полном объеме, а каковы перспективы? То есть, что сделано и что еще? Мечтаете сделать или предстоит сделать? Ну, если смотреть полностью на весь наш больничный городок, который расположен на Октябрьском 5, на Октябрьском 5, это круглосуточный стационар, там у нас отремонтировано 6-й, 5-й этаж, это хирургическое и терапевтическое отделение, это на самом деле у нас один из самых важных вопросов, здание старое, Старое, ему 20 лет в этом году, да, и требует ремонт. Здесь мы, наверное, с уверенностью можем сказать, что нас включили в программу развития здравоохранения Подмосковья, весь главный корпус на капитальный ремонт, с переходящим, в 2024 году начинаем, в 2025 году заканчиваем. Здесь у нас будет полностью выполнен ремонт 4-го, 3-го, 2-го этажа и приемное отделение, и то, что приятно, и будет отремонтирован весь фасад. А вот то, что касается ФАПов, например, на территории села, какие ремонты были проведены или что-то еще планируется к тем уже ремонтам, которые были сделаны? Да, здесь важно, я с вами согласен, потому что весь поликлинический городок у нас отремонтирован стоматологической поликлиникой, детской поликлиникой достаточно хорошим ремонтом, но если получится, конечно, обновить на 2024-2025 год, будет, конечно, еще лучше. Смотрим, в каком состоянии была стоматология, смотрим, в каком состоянии была взрослая поликлиника. Это, конечно, да, приятно заходить, приятно смотреть. И то, что, не то, что удивляет, а, наверное, радует, что у нас сельское здравоохранение, у нас тоже уделяется внимание. У нас не были выполнены ремонты в амбулаториях, да, в плачевном состоянии, помните, был амбулаторий Медюкина, поселок Зарайск, они сейчас отремонтированы, буквально вчера я выезжал в поселок Зарайский, население довольное не только персоналом, но и ремонтом, который у нас выполнен, и, конечно же, современной, чистой, новой мебель. А то, что касается дополнительных ремонтов именно по сельским подразделениям, по ФАПам, амбулаториям, в этом году у нас, вы видите, мы в соцсетях тоже обращаем внимание, какой проходит у нас ремонт капитальной амбулатории у Чулки-Соколова. На самом деле, это очень хороший ремонт, здесь получаются все виды ремонтов, кроме отделочных, всех видов отделочных работ, это замена оконных блоков, это замена всех дверей, дверных проемов, это замена система канализации, вентиляции, замена всех электрических систем, слаботочки, горячего, холодного водоснабжения. Ну и, конечно же, та вся самая старая мебель, она будет заменена. Поэтому хочется сказать жителям Чулки-Соколова, немножко потерпите, но месяц-полтора-два мы закончим ремонт и будут уютные, красивые помещения с новой мебелью, тем более у нас там трудится с этого года новый врач в общей практике, население довольно, вроде в коллектив влилась, поэтому недавно был звонок, Николай Вадимович, а когда у нас будет ремонт в амбулаторию поселок 40 лет октября там? Ну, конечно же, мы его в этом году включили, мы в конце сентября приступаем к ремонту, я, конечно, уверенностью говорю, да, спасибо за обращение здесь, в этом году у вас будет ремонт, да, мы даже не ожидали. Кроме амбулатории в этом году еще у нас будут отремонтированы три ФАБ, это зименки, новоселки и печерники, поэтому на сельское здравоохранение мы тоже обращаем внимание. Ну, я вот сегодня как сельский житель вообще хочу сказать вам огромное спасибо, потому что я бы уже так не сказала, что, да, мы даже не ожидали, сегодня мы как-то уверены уже, что это вот каждый год появляется что-то новое, ремонтируется, и тот же самый ФАБ в Миндюкино, ну, необыкновенные отношения, хорошие кадры, хороший ремонт, спасибо огромное, потому что в большинстве ФАБов сегодня такое состояние, ну, благодаря вам, главе, губернатору, спасибо, действительно спасибо от жителей, потому что очень внимательное отношение, доброе отношение, такого вот отторжения или страха какого-то... Здесь еще, понимаете, иногда говорю жителям спасибо, потому что при встречах с населением, когда выезжаем с главой на территорию, какой-либо населенный пункт, может даже маленькие люди, у нас наше население подсказывает, на что обратить внимание, и то, что там бывает и с ремонтом, да, бывает и по специалистам, поэтому... То есть обратная реакция есть. Спасибо за обращение, да, бывает ваше замечание, наверное, правильное, поэтому за ответную реакцию отдельное спасибо, конечно, да. Николай Владимирович, есть оборудование, хорошее помещение тоже, видим, сегодня, и персонал появился качественный. Есть какие-то инновации, которые сегодня применяются, какие-то практики новые, вот персонал, ваши врачи применяют, что-то свое изобретают, может быть, какие-то научные работы пишут уже, может быть, были какие-то открытия или какие-то операции, которые хотелось бы поделиться, которых, может быть, ну, уникальные какие-то были вещи. Здесь, наверное, в первую очередь скажу, что наши врачи, не то, что молодые специалисты, которые, или новые специалисты, которые пришли у нас из других учреждений, соседних из других регионов, постоянно повышают свою квалификацию. Кроме того, на базе нашего лечебного учреждения также мы приступили с этого года к проведению конференции и повышению квалификации. Для своих сотрудников или с приглашением? С приглашением областных специалистов, соседних округов, с привлечением нашей областной профессоры, даже специалистов из федеральных учреждений, например. То есть, это одновременное обучение, обмен опыта. Профессора, доктор Нолок, профессор Сажин приезжал к нам, да, у нас. Мы проводили в этом году на базе нашего лечебного учреждения Всероссийскую хирургическую конференцию. Здесь, как наши коллеги из ближайшего круга приезжали в наше лечебное учреждение. Ну и была онлайн-трансляция, конечно, по всем регионам. Конференция была приурочена лапароскопической хирургии. У нас было проведено две операции. Именно к тому направлению лапароскопическая операция при грыжах. Данный вид операции в нашем учреждении раньше не выполнялся. У нас выполнялась только лапароскопическая холицитомия. Все мы знаем тогда желчекаменная болезнь, доление камней желчного пузыря, был стандартный обычный разрез, травматизация, поздняя реабилитация. Давно уже данный вид операции мы проводим. Три прокола, монитор, врач выполняет операцию. Что это дает? Ранняя реабилитация, возвращение к трудоспособному состоянию, выход на работу. Что касается именно данной патологии при паховых грыжах, тоже на сегодняшний день мы выполняем лапароскопический. То есть необычный стандартный разрез, три прокола, монитор. Обучен завхирургии Павла Ильича Куликов, ночмен выполняет такие у нас операции, Михаил Михайлович Мартынов, ну и Александр Сергеевич Куликов. То есть внешний эстетик сохраняется? Да, поэтому очень приятно было. Сам был в операционной, смотрел, и наши профессуры с федеральных учреждений, онлайн коллеги выходили на связь, по-моему, из Пензы и из Самары. Идет операция, коллеги спрашивают, вот почему так заходит, почему именно таким методом выполняете. Вы идете вперед на стендаре. Интероперационно мы проводили, можно сказать, трансляцию конференции обучающим. Тем более очень приятно. В данном направлении будем работать. Это была у нас первая конференция. Поэтому не стоим на месте, развиваемся. На сегодняшний день знаем, что такое аппендицит. В простонародье. Раньше мы выполняли стандартно-обычным разрезом, но у нас 50% хирургов обучены лапароскопической аппендиктомией, то есть удаление череобразной опростки, именно таким же методом через три прокола. Поэтому в этом направлении мы тоже освоили. Здесь мы не останавливаемся, хирургически будем развивать. Что касается травматологии, знаю все нашим травматологам, Михаил Геннадьевич Голобоков, у нас не было раньше артероскопической стойкой. Что это такое? То есть знаем патологию менисков. То есть повредили мениск внутренний, наружный, крестообразную связку. Мы раньше не могли даже диагностику поставить, что у нас мениск поврежденный. Или передне-задняя крестообразная связка в коленном суставе. На сегодняшний день мы ставим диагноз, потому что нужен МРТ. И нужно делать операцию. Диагноз поставили, аппарат есть. Врач обучен, уже с опытом это у нас есть. Михаил Геннадьевич сейчас освоил уже технику замену передней крестообразной связки. Поэтому в ближайшее время к этому тоже приступаем. Поэтому травматология у нас тоже развивается, идет вперед. И что касается оперблока, у нас были все старые операционные столы. А рентгенопрозрачных для травматологов это вообще не было. Поэтому сейчас мы оперблок, можно сказать, обновили. Осталось сделать капитальный ремонт, который будет у нас до 4 по 25 год. Вот такие у нас технологии в хирургическом отделении. Да, были такие проблемы еще у нас, можно сказать, с патологией, которая стесняет наше население. Может кому-то покажется банальный геморрой. Просто можно сказать, да. Павел Ильич Куликов обучен у нас в колопроктологии. На сегодняшний день данный вид заболевания активно, успешно оперируется в нашем учреждении. Приезжают, поступают пациенты в плановом порядке, как с нашего округа, так же и с соседних округов. В данном направлении мы тоже оперируем их достаточно уже с большим успехом. Что касается сосудистой патологии, варикозное расширение вен, частая патология, которая запущена патология, в нашем отделении тоже оперируется. Очень даже успешно. И посмотрим или в условиях дневного стационара, или в амбулаторной сети, или в условиях стационара хирургического отделения. Скоро будем выполнять это. Это не новая операция, но у нас раньше таких не делали. Получается склеротерапия, склеропластика. То есть, варикозно расширенный ремень вен, в начальных стадиях вводится склерозан, и венка, можно сказать, чтобы долго не рассказывать, исчезает. И это эстетика, ну и, конечно же, профилактика дальнейшего развития данного заболевания. Поэтому, когда мы, наверное, на течение месяца приступим к данным видеооперациям, обязательно скажем нашим жителям, чтобы приходили к нашим хирургам. Вот мы сегодня с вами говорим и об оборудовании, о кадрах, о новых технологиях. Для кого все это богатство? Только для зарайских жителей, за что они наверняка уже сегодня благодарны и меньше ругают. А вот соседние районы приезжают? Большой процент обращающихся? Здесь мы говорим, да, мы с коллегами разговариваем, что нет, у них они приезжают к нам, что, например, нет у нас сосудист-центра с инфарктом, инсульт, конечно, по марштизации едут они в Коломны, Егорецк и другие областные учреждения. То, что у нас есть, и есть специалисты, есть оборудование и доступность, конечно, коллеги направляют, но здесь у нас, как вам сказать, сарафанное радио у нас тоже работает, да, одного пациента прооперировали, ростников, другого, поэтому люди видят и знают, поэтому идут к нам. Вы говорили о профилактике, вот о ней, наверное, стоит поговорить, потому что здоровье мы, конечно, ценим, но только тогда, когда болеть начинаем, а до этого совсем не думаем. Диспансеризация. Обращаются ли сами пациенты, думают ли они о своем здоровье, или все-таки сложно с этим, вот сложно заставить людей пройти обследование, пусть даже минимальное какое-то? Да, Валерий, абсолютно согласен. Наверное, из-за один из самых важных вопросов на сегодняшний день, потому что все мы знаем, болезнь проще предупредить, чем ее лечить, да, диспансеризация, профосмотры, они нужны. Уважаемые жители городского округа Зарайск, мы много пишем в соцсетях, обращаемся в образовательные учреждения, через администрацию, участковые врачи, узкие специалисты, приглашают, страховые компании, смс, сообщения вам присылают, проходите диспансеризацию. Пожалуйста, не тяните, не стесняйтесь, то, что до 40 лет раз в 3 года пройдите диспансеризацию, здесь ничего сложного нет. Старше 40, каждый год мы должны проходить специалисты, минимум, что нужно, чтобы пройти диспансеризацию, куда пойти, куда записаться. Или мы обращаемся к своему участковому терапевту, или самостоятельно обратились, или записали через 112, да, или через портал госуслуг, доступность у нас с терапевтом практически день-день. Или можете записаться в кабинет профилактик, у нас есть кабинет профосмотра, взрослых поликлиник, записаться, можете в этот кабинет. И пройти диспансеризацию. Диспансеризацию сейчас можно пройти достаточно быстро. Нет у нас больших очередей, ни лаборатории, ни рентген, ни флюорографию. И, можно сказать, и маммографию. Кстати, вот то, что мы говорили, мы скоро откроем маммограф, в течение двух недель мы откроем. Это единственный аппарат, который у нас был аналоговый, теперь цифровой, хорошего качества, хорошего разрешения. И по благу для наших пациентов. Что касается, мы приглашаем еще на углубленную диспансеризацию эти пациенты, которые переболели ковидом. Здесь тоже мы видим часто многие осложнения, да, и перетекает на хроническо-абструктивную болезнь легких, ну и другую какую-то патологию. Здесь тоже обращаем внимание. Что касается выездной диспансеризации, диспансеризации. У нас есть... У нас предприятия в организации. Да, мы уезжаем в организацию, проводим диспансеризацию, первичные осмотры, проводим анализы, учитывая, что у нас есть передвижной ФАП. Мы помогали нашим коллегам с другими округами, потому что на сегодняшний день не во всех округах есть передвижные ФАПы. Поэтому на следующей неделе до нашего ФАП-мобиля приезжает к нам, у нас есть график, будем выезжать в сельский населенный пункт вместе с узкими специалистами. Поэтому возобновляем. Часто спрашивают и наши жители сельского населения, когда нам приедут узкие специалисты. График есть, выезд узких специалистов, поэтому могут обратиться к фельдшерам, врачам в амбулаторий, когда будут выезды узких специалистов. Расписание есть, могут обратиться, спросить. Обязательно узкие специалисты, как выезжали, выезжают и будут выезжать именно в сельский населенный пункт в амбулатории ФАП. Вот диспансеризация, она нужна для того, чтобы на ранней стадии выявить какие-то заболевания. Да, согласен. Проходить, пройти обязательно. Важно пройти флюорографию. Конечно, страшно. Заболевания легких, онкология. Да. Она не дремлет. Она, к сожалению, есть. Пройти флюорографию, пройти женщиномомографию, на ранних истапах, даже фиброзно-кистозном остеопотии, я не говорю, уже каких-то онкологических процессов. После этого, если есть какие-то подозрения, записали хирургу, мамологу, онкологу. И если есть какой-то процесс, на ранних стадиях поставить диагноз и приступить к современному лечению. Ну и, конечно же, пройти гинекологу обязательно, женщину. Конечно, нужно. Здесь узи малого таза и ацетологические исследования, конечно, не нужно им поставить. Хорошо, ничего не выявили, профосмотр, все успокоились, все нормально, все хорошо. Если есть что-то подозрение, направить узким специалистам углубленный медицинский осмотр, постановки диагноза, и приступать к современному лечению. Большой процент выявляется во время проведения диспансеризации заболевания? К сожалению, есть. К сожалению, есть. Я вам скажу так, что учитывая, что случайное выявление, случайное выявление, то, что направляет на МРТ, на КТ с контрастом, без контраста, исследование одного отдела, случайно выявляется другой процесс. К сожалению, да, скажу, наши жители скажут, у нас большая влияние онкологии, прирост онкологии. Я вам скажу, здесь с одной стороны плохо, но с другой у нас идет выявление на ранних этапах. Это важно. То, что поставим диагноз на ранних этапах, направили узким специалистам, верификация, дополнительные виды диагностики, и то, что вы правильно говорите, скорее всего, назначение правильного лечения. Это есть. Николай Владимирович, еще тогда платные услуги, бесплатные услуги. Мы же привыкли, что у нас бесплатная медицина, но наверняка есть какие-то требования определенные к тем, кто приезжает. Может быть, это соседний район, или может быть, какой-то вид услуги. Можете еще для жителей сказать, какой вид услуги все-таки отнесен к платным, или бесплатно вы обязаны оказывать эти услуги всем? Что касается по программе госгарантий, то есть просто сказать по полюсу ОМС, что у нас подходит. Все эти виды анализов, диагностики, консультации у нас проходят все бесплатно. Что касается направления соседних учреждений, можно сказать, вот даже на примере МРТ и КТ, у нас на сегодняшний день уже нет времени даже на платные услуги, сколько мы проводим по ОМС. Потому что, да, и компьютерная томография, и магнитный резонанс на томографии много направляют из соседних округов. Бывает необоснованно, но с соседними коллегами разговариваем, что не просто человек захотел, а должны быть показания. И к жителям обращаюсь, что есть такое узкое направление, узкодиагностика, мы просто хотим. Вот я хочу. Но все-таки каждому исследованию есть показания относительно абсолютные, и врачам нужно прислушиваться. Поэтому здесь с просьбой обратиться с пониманием. То есть мы хотим, но никому не можем запретить. Захотели, ну можно сделать на платный условие, просто захотел. Да, успокоиться может. А есть, в основном у нас, конечно, должны быть показания для того или иного исследования. Николай Владимирович, осень, прям буквально, вот-вот-вот. А дальше опять прививки? Да. Даже определили меня, хотел сказать. Смотрите, да, призываем всех вакцинации от грипп. Вакцина уже у нас поступила. Это очень важно, что она уже поступила в конце августа. У нас есть и детская вакцина, и взрослая вакцина. Мы уже распределили. И по взрослой детской поликлинике, очень, мы вот на этой неделе выезжал поселок Масловский, уже распределена вакцина тоже по амбулаториям, по ФАПам. Поэтому приступаем к вакцинации. Убедительная просьба. Просьба, дорогие наши жители, приходить в подразделение или село, или это ФАП, или взрослую детскую поликлинику и прививаться от гриппа. Чем раньше мы прививаемся, тем быстрее будет у нас сформирован именно иммунитет вируса гриппа, А или Б, да. Поэтому и, конечно же, мы еще будем болеть с вами простудными заболеваниями. Ну вот на этой позитивной ноте мы, наверное, завершим, потому что на все вопросы, которые нас интересовали, и, думаю, интересуют зрители, вы ответили. Спасибо огромное, Николай Владимирович. Конечно, здоровья для того, чтобы хватило его на всех наших зарайцев и наших соседей, тех, кто обращается. Поэтому спасибо еще раз за откровенные ответы. Уважаемые зрители, спасибо огромное за внимание. У нас в гостях, напоминаю, был главный врач Центральной районной больницы Николай Макаров. Спасибо, до новых встреч. С вами была Валерия Маркович. Спасибо, Валерия. Спасибо, уважаемые жители.